Повторим написание глаголов на «тся» и «тся». Сложная тема, но легче всего запомнить так. Нужно глаголу поставить вопрос. Если вопрос содержит мягкий знак, например, «что делать?», то и в глаголе мягкий знак пишем. А если в вопросе нету мягкого знака, например, «что делают?», «что делает?», то и в глаголе мягкий знак не пишем. Ну, а по правилу в глаголах третьего лица мягкий знак не пишем. А в глаголах неопределённой формы мягкий знак пишем. Но проще всего ставить глаголу вопрос. Например, «боится?», «что делает?», в вопросе нету мягкого знака, то и в глаголе нету мягкого знака тоже. А «построиться?», «что делать?», «что сделать?», «построиться?». В вопросе мягкий знак есть, то и в глаголе мягкий знак тоже пишем. Давай пробовать. «Боится?» Ставим вопрос «что делает?». В вопросе нету мягкого знака. И в глагол пишем без мягкого знака «боится». «Построиться?», «что сделать?», «построиться?». В вопросе мягкий знак есть и в глаголе мягкий знак есть. К тому же это глагол неопределённой формы. «Волнуется?», «выливается?». Что делает? «Выливается?» «Кусается?» Произносим, а пишем «кусается». «Кусается?», «мчаться?», «мыться?», «что делать?» Неопределённая форма. Пишем? Пишем. Заметь, что «сделать» – это глагол неопределённой формы. «Покрыться?», «порадоваться?», «забывается?», «заканчивается?», «заканчивается?», говорим. «Запоминается?», «захочется?», «изменяются?», «усвоили, да?» Если в глаголе вопрос «что делать?», тогда мягкий знак пишем. А если в вопросе нету мягкого знака, то и в глаголе мягкий знак не пишем. Боится, построится, волнуется, выливается, кусается, мчаться. Что делать? Мчаться, мыться, научиться, оглянуться, остаться, покрыться, порадоваться, забывается, заканчивается, запоминается, запоминается, захочется, изменяются. Что делают? Чётко всегда ставь вопрос, и тогда легко будет написать глаголы.